Бегите скорее к соседям и забирайте, забирайте вот это вот чудо, забирайте, пока они не выкинули. Добрый вечер, а с вами Светлана и мой канал Посеем Пужьем. Я всех встречаю своих подписчиков и гостей моего канала. Сегодня речь у нас пойдет о вот этой красавице, о ёлочке. Отшумели праздники. Сколько радости она принесла, эта ёлочка, в каждый дом. Не все, конечно, поставили живую ёлочку, кто-то поставил искусственную, но больше всех радости, конечно, принесла живая ёлочка. Вы посмотрите, какая она душистая. Ой, сколько запаха в квартирах у тех, у кого стояла такая ёлочка. Но сейчас праздники прошли и немножко нам грустно. Куда же деть эту красавицу? А, выкинуть! Нет, товарищи, подождите, не надо выбрасывать. Оказывается, это волшебное деревце принесет вам еще радость. И вот эти милипусечки-иголочки принесут вам столько пользы. А для того, чтобы об этом узнать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и смотрите видео до конца. А мы с вами продолжим разговор о таком уникальном дереве, как сосна. Это поистине волшебное дерево. Раньше даже цингу лечили вот этими вот иголочками. Эти иголочки действуют и бактерицидно, и болеутоляюще, и успокаивающе, и как мочегонные. А знаете, сколько содержится вот в этих малюсеньких иголочках полезных веществ и микро- и минералов? А сколько витамин? Это и С, и П, и ПП, и магний, и медь, и цинк. Вы представляете? Ну, это просто кладовая витамин. Как можно это выбросить? А как действовать на организм? Вот вы послушайте, я не стала занимать, чтобы не занимать ваше время и нарезать вот это вот. Я уже подготовила, уже нарезала столовую ложечку вот этих вот иголочек. Там столовая ложка. Складывается в стаканчик, одна столовая ложка, и запаривается сильным кипятком. Полный стакан наливаем. Закрывается пакетиком. Настаивается 20 минут. Ну, полчаса можно. После этого нужно 20 минут прокипятить обязательно. И принимать в три этапа в течение дня. Друзья, вы не поверите, это будет просто прилив энергии. А если вы болеете, а если у вас начался грипп, то это, это просто напиток, я не знаю, божественный. Это божественный нектар. А как бороться вот с этими всякими маленькими паразитами? Я их ненавижу. Это, например, вот моль. Вы берете также вот эти вот иголочки, нарезаете в мешочек и складываете в шифонер. Вы представляете, у вас не будет моли. А как действуют эти иголочки на огороде? Весной, конечно, мы с вами встретимся. И там подробнее я вам уже все расскажу. Но вот про огород. Вы все сразу скажете, и куда я дену вот это все? Я живу в квартире, друзья. Но у всех же есть пакеты. Нарываете вот эти вот иголочки. У меня муж тоже ворчит, что я там все захламила. А что будет дальше весною? Это просто, ну, это кладовая витамин для растишек тоже. Наполняем мы все это в пакеты и убираем. Кто живет в квартирах, тот убирает на балконы или на веранде. У меня, например, в гараже. Можно даже в погреб опустить. Но пакет не завязывайте, чтобы ни в коем случае не появилась плесень. Пусть они подсохнут. На огородах вот эти вот иголочки, они, конечно, подкисляют почву. И не все растишки это любят. Но многие цветы, такие как гортензия, гиацинты, а некоторые разновидности лилии, астры, они обожают подкисленную почву. И мы можем просто мульчировать и поливать. И какие будут у нас цветы с вами? А картофель? Ведь многие выращивают картофель. И многие мучаются с этой гадостью, как проволочник. Это же ужас какой-то! Если вы сажаете картошку в лунку, добавите просто горсточку вот этих вот иголочек, ну вы забудете, что такое проволочник. И картошка будет прекрасная. А ягода, друзья, ягода, клубника, земляника, она любит мульчу вот из этих иголочек. Мы сделаем просто подушку между рядами, там и ягодка будет душистая, большая, крупная, потому что здесь витамины для нее. Она будет и чистенькая, и мы избавимся от слизней. Это ужасно, которые поедают наши ягодки. Отля, бложка, которая жрет наши салаты. Вот у нас в прошлом году, я рассказывала, 45-50, жара стояла. Я борола за эту руколу, которую я обожаю. Она просто жрет. Мы запарим, но уже не такая пропорция, друзья, а немножко другая. Там 500 грамм вот этих вот иголочек, заливается литром кипятка, добавляется столовая ложка мыла хозяйственного и разбавляется один к трём. И просто распыляется вот на эти растишки. И всё, и не будет ничего. А плодожорка на яблоне, то же самое, но для дерева нужно немножко побольше пропорции. Это полтора килограмма уже вот этих вот иголочек, заливается десятью литрами кипятка, настаивается, разбавлять уже не нужно, и опрыскиваются деревья. Друзья, ну разве это не волшебство? Бегите скорее к соседям и забирайте, забирайте вот это вот чудо, забирайте, пока они не выкинули. А я с вами прощаюсь. Ой, обалдеть.